Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич, смотрите сейчас. Кто в ответе за беспечность? В объезд в Бавруйске продолжают обновлять транспортные артерии. Будет произведена замена асфальтового покрытия. Что в перспективе? Клубничные трайфлы и персиковое жилье. Пока белорусские арбузы зреют на местных полях, здесь уже можно найти иранские. Стартовал сезон летних ягод и фруктов. Черешня бомбическая, просто феерическая. Почем нынче лакомство? А также безопасный рейс, белорусский фастфуд и первая четверть. Минобразование скорректирует учебные планы для учреждения образования, каких это коснется предметов. На прошлой неделе в Беларуси утонули 29 человек, только за выходные 13. Накануне трагедия случилась и в Бобруйске. Погиб пенсионер. Особое внимание несанкционированным пляжам и нетрезвым отдыхающим. Закупание в запрещенных местах – штраф. Оцени беспечности Ольга Васена. Накануне днем в трех метрах от берега Березины на комбинатской сотрудники освода обнаружили тело мужчины. Это первая жертва купального сезона в Бобруйске. Несанкционированные пляжи взяли под особый контроль. Что за это административная ответственность несется, знаете? А что вы делали? Мы вот сухие слои. Вы купались? Да. Акватории в запрещенных местах не обследованы. Здесь не проводится очистка, скорость течения не соответствует мерам безопасности. Зачастую на дне можно наблюдать резкие уклоны, коряги и осколки стекла. В поле зрения правоохранителей несовершеннолетние и нетрезвые отдыхающие. Именно последние тонут один за одним. Выйти сухим из воды не получится. Чаще всего в местах массы отдыха граждан происходят такие нарушения, как купание в местах запрещенных, которое влечет наложение административной ответственности от одной до трех базовых величин, распитие спиртных напитков или пива, которое влечет наложение административной ответственности до восьми базовых величин, а также нарушение правил остановки стоянки и транспортных средств, которое влечет административную ответственность в размере одной базовой величины. К купальному сезону в городе подготовили четыре пляжа. Центральный в Перебрезинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Здесь взяты пробы воды, оборудованы раздевалки, душевые и туалеты. Есть питьевые фонтанчики, летнее кафе. Работает прокат шезлонгов и зонтиков. Но главное – дежурят спасатели. Здесь мне понравилась удобность с ребенком, потому что пляж неглубокий и очень удобно отдыхать. Нередко трагедией заканчивается и купание с надувными матрасами. Особенно это опасно в запрещенных местах и для тех, кто не умеет плавать. Достаточно даже слабого ветра, небольшого течения и отдыхающего уносит на дальние расстояния. Гусиный лук – одно из самых опасных мест. Здесь вода унесла уже несколько десятков жизней. Вначале тут мелко, потом идет скат. Неопытного пловца может унести на глубину до трех метров. На прошлой неделе в Беларуси утонули 29 человек. Только за выходные 13. Один ребенок. Всему виной беспечность. Помните, вода может сыграть злую шутку даже с неплохими пловцами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Тариф «Комфорт» в Бобруйске продолжают обновлять транспортные артерии. Сейчас специалисты ДЭПа взялись за Ульяновскую. Трудятся на отрезке от 50 лет в ЛКСМ Тарджиникидзе. Что касается последней, до этого работа кипела на участке от Минска до Гургаза. Апгрейд также на Лесной и во втором переулке Чаплыгина. Обновился асфальт и на Горелика. Будет произведена замена асфальтового покрытия частично. И сделана пешеходная дорожка от дома номер 50 до автобусной остановки. В ближайшей перспективе у нас в работу поступит улица Рокоссовского полностью. И частично улица Гагарина. Ремонтные работы будут продолжаться все лето. Водители призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать машину у обочин, чтобы не мешать специалистам. Школьная форма, туристический поезд и фейковый билет. В Беларуси набирает обороты новый вид мошенничества. До чего дошли аферисты. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минобразование скорректирует учебные планы для учреждения образования. Планируется увеличить количество часов для изучения русского и белорусского, а также литературы. Черчение начнут изучать с 9 класса. Школам также даны рекомендации по разработке своей эмблемы, которая будет нанесена на форму. Первый урок посвятят году исторической памяти. В Белаве уточнила информацию об отмене ПЦР-тестов на рейсах в Россию. Требование предъявлять результат исследования за 48 часов до вылета сохраняется, несмотря на снятие ковидных ограничений при въезде в страну. Подтверждение должно быть оформлено в приложении «Путешествуй без COVID-19». Новый вид мошенничества набирает обороты в интернете. На этот раз через кинотеатр. Один из вариантов девушки под предлогом знакомства пишут в соцсетях и зовут на фильм. Присылают фейковые ссылки на оплату билетов. Самый надежный способ не попасть на удочку – купить квитки в кассах заведений. Туристический поезд впервые отправится из Москвы в Беларусь. Два маршрута через Брест и Гродно организуют в августе этого года РЖД. Стартует состав 5-12 числа. Путешествие будет организовано в формате «Отель на колесах». Ночью пассажиры отдыхают внутри и передвигаются между городами. Однем осматривают достопримечательности. Белорусские картофели фри будут поставлять в Россию. Заключены контракты с тремя фирмами. Спрос на продукцию отечественного фастфуда заметно вырос после введения ограничительных мер по импорту и усложнения логистических цепочек. Сейчас также ведутся переговоры с предприятиями быстрого питания Казахстана и Узбекистана. С хлебом с солью на следующей неделе стартует фестиваль народного творчества. Венок дружбы пройдет уже в 16 раз. Фестивальные дни с 23 по 27 июня. В программе парад участников, массовые гуляния, выставки, ярмарки, мастер-классы, тетрализованные постановки, творческие лаборатории и научно-практическая конференция. Концерты и встречи развернутся как в Бобруйске, так и в других регионах Могилевской области. Место проведения выбрано не случайно. Город на Березине славится многовековой историей, богатыми межэтническими и национально-культурными традициями. Плюс в этом году Бобруйск отмечает свое 635-летие. Сезон открыт. Прилавки рынков усыпаны белорусской клубникой и молдовской черешней на любой вкус и кошелек. Здесь же богатый выбор персиков, абрикосов, груш и яблок. За ингредиентами к смузи отправилась Карина Гуревич. Фрукты на завтрак, обед и ужин – такой рацион выбирают многие в жаркий сезон. Рынки превращаются в рай для сладкоежек. Замену конфетам и выпечке здесь можно найти на любой цвет и вкус. Большинство прилавков усыпаны белорусской клубникой, бобруйской, брецкой и любаньской. Минимальная цена за килограмм – 12 рублей. Второе место у черешни. Сейчас идет сезон экзотики. Сейчас удар идет у покупателей именно на черешню. Нектарин, ну черешня, конечно, сейчас перочек. Черешня бомбическая, просто феерическая у меня. В бобруйск ягоды привозят из Молдовы и Узбекистана. Самые дешевые обойдутся в 12,50. Варианты подороже доходят до 18 за кило. Рядом груши от 5 рублей. Персики по 12, инжирные по 17,50. Абрикосы – 12,5. Зато грушевые яблоки можно приобрести всего за 3. Тут же виноград, апельсины, бананы. Однако лучше отдать предпочтение сезонным фруктам. Пока белорусские арбузы зреют на местных полях, здесь уже можно найти иранские. Средний вес – 6-7 килограмм. Цена за один – 4 рубля. Такой обойдется в 25. О пользе фруктов и ягод спорить не стоит. Клубника полезна для зрения и памяти. Богата антиоксидантами. Вещества уберегают организм от преждевременного старения. Черешня и вовсе содержит половину алфавита. Всего 100 грамм покрывают 20% суточной потребности витаминице. Клетчатка помогает пищеварению, а калий укрепляет сердечную мышцу. В этом году успели что-то купить, попробовать черешню? И как? Ну, замечательно. После зимы особенно. Очень вкусно. А вообще много фруктов и ягод покупаете летом? Нет, покупаем нет. У нас просто своя клубника скоро будет. Поэтому ждем, пока своя созреет. Арбуз купил, клубнику купил, черешню покупаю. Все покупаю. Яблоки свои растут. Употребляю очень много и покупаю, чтобы дети кушали и мы кушали. Чтобы были все здоровые. Самая лучшая ягода, я считаю, что это голубика. Ну и земляника лесная, конечно. Персики покупаю, но только крымский персик. Клубника, черешня и абрикосы хороши в качестве перекуса. Но стоит быть осторожными. Они содержат большое количество органических кислот, которые раздражают стенки желудка. Это может не только усилить аппетит, но и вызвать боль. Также не нужно забывать про сахар. Здесь он не менее вреден, чем в конфетах. Самое главное – соблюдать баланс. Все-таки лето – пара смузи и ягодных десертов. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. И не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»